О проблеме обманутых дольщиков сегодня говорили на заседании фракции партии «Единая Россия» Думы Югры. Парламентарии рассмотрели законопроект о новых механизмах поддержки югорчан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Так, компании, которые помогут закончить долгострои или возвести новые дома, получат земельные участки под строительство без участия в торгах. По мнению депутатов, упрощение процедуры поможет привлечь в регион новых инвесторов. Сейчас в реестре обманутых дольщиков почти 140 югорчан. Нужно достроить 7 домов. По оценкам экспертов, на это потребуется около 2 миллиардов рублей. Еще 17 домов рискуют попасть в реестр. Есть меры, которые позволяют, условно говоря, получить помощь из регионального бюджета. Но если эту помощь обманутые дольщики получат, а они еще не стоят, таковыми не являются, не стоят в реестре, тогда они в этот реестр либо не войдут, а если войдут и получат, то они будут оттуда исключены. И немногие, к большому сожалению, этой мерой пользуются. Этот проект поддержан правительством. Единственное, нужно доработать момент именно механизма выделения этих земельных участков. Мы предложили сегодня принятие законного проекта в первом чтении, создать рабочую группу с участием депутатов, представителей Думы, Хантемасийского округа игры и дальнейшее принятие в втором чтении этого законопроекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова